Сегодня ночью украинские пограничники Херсонской области задержали двух сотрудников ФСБ, которые на лодке пытались проникнуть на территорию Украины. Все больше ассоциаций с тараканами. Лезут в каждую щель. Автомойщики, ФСБшники, уволенные контрактники, алкаши, должники, бандиты, люмпины и параллельно этому скопищу человеческих отбросов брутся спевающиеся певицы, полоумные писатели, какие-то придворные режимные шуты и клоуны от мира театров, кино и музыки со своими творческими вечерами, концертами и представлением. У всех разной степени интеллигентности лицо, но объединяет их всех одна общая инфекция. Они имперцы. Подданные государства агрессора, люди оправдывающие, поддерживающие, обуславливающие преступный путинский режим. И вот они едут, ползут и мыкаются на поездах, на самолетах, на лодках, на инвалидных колясках с грузовиками, гуманитарной помощи. Они прут и прут, ночью и днем, тайком или с помпой и оркестрами. Валят и валят в Украину. С нескрываемой ненавистью и презрением. Или с притворными лицемерными речами о братьях и мире во всем мире. Под тысячами предлогов они лезут в Украину, разъедая ее изнутри. Это все и есть орда русского мира. Балаган уродов и убийц, которые несут с собой только деградацию. Варварство, пошлость, разрушение и кровь. Очень много крови. Главная их цель, чтобы не было независимой, культурно-идентичной, свободной, сильной европейской Украины. Движимы все они неуважением и чувством национального превосходства. Те насекомые, которым все-таки удалось проползти в Украину, начинают там отправлять почву и воздух. Кто с автоматом, а кто с георгиевской лентой. Кто отравляет умы с экранов, кто обстреливая города из градов, каждый вносит свою лепту. Устраивая провокации, обвешиваясь символикой русского мира, объединяясь в разные сообщества, дома, организации, тихо и громко славя Путина и играя на руку сепаратизму и русскому терроризму. Они располагаются по всей Украине в ожидании своего часа. Они демонстративно игнорируют и плюют на украинский язык, порядки, общество, ведут себя как свиньи и ждут русского Ваньку с автоматом. Пока украинские ребята гибнут за свою родину, эти мрази, у которых даже есть украинский паспорт, в душе злорадствуют этим смертям и молятся оккупантам. Как борются с насекомыми? Их травят. Если их не травят и не принимают меры, в результате они загадят любой дом, и тот станет непригоден для проживания людей.